На самом деле я не буду вас ничему учить, потому что многие из вас состоявшиеся бизнесмены, но я сделаю так, чтобы за 40 минут, которые вместе с вами, вы посмотрите на то, что вы делаете, немного по-другому. Я считаю, что основная ценность книг не в том, что в них написано, а как вы думаете, в чем? В чем основная ценность книг? Как вы читаете? Зачем книжки читаете? Помогите, мужчины, зачем книги читаете? Стать умнее, отлично. Зачем вы читаете? Чтобы думать. Основная ценность книг не в том, что в них написано, а в том, на какие мысли она тебя наводит. Кто со мной согласен? Поднимите руку. Супер. Вот основная ценность не в том, что я говорю, а в том, на какие мысли у вас появятся. Если через 45 минут у вас будет мысль, а что, так можно было? То я пойму, что я сюда прилетел не зря. Для начала расскажу одну историю, которая произошла со мной 3 года назад. Я был на форуме Атланты. Кто слышал про такой московской форума Атланты? Поднимите руку. И там выступал Тони Фернандес. Это владелец AirAsia. И когда он выступал, там еще очень такой интересный момент был. Минимальный вход 20 тысяч рублей, и тебе давали бейджик эконом. И ты такой ходишь, такой прикрываешься, чтобы никто не видел, что ты эконом. А самые предприимчивые переворачивали бейджик белой стороной, и можно было вычистить эконом по белым бейджикам. И там выступал Тони Фернандес. И когда была возможность задать ему вопрос, я выбежал к микрофону и говорю. Тони, почему ты до сих пор не сделал первую в мире авиакомпанию, которая бы позволила людям летать совершенно бесплатно? Они же этого достойны. 2000 человек, тишина в зале. Говорит, в смысле? О чем ты? Какие бесплатные перелеты? Говорит, что вы имеете в виду? Я говорю, ты же можешь просто перераспределить стоимость авиаперелеты на отели, на дьюти-фри, на визовые центры. В среднем стоимость перелета из одного города в другой порядка 100 долларов. Неужели отели не могут дать скидку в 15 долларов, чтобы на неделю к ним заселились люди? Вот поднимите руку, кто считает, что отели могут дать скидку в 15 долларов, чтобы на неделю к ним заселились люди? Кто считает, что реально это возможно? Поднимите руку. Да, конечно. Да давайте поднимайте, конечно это возможно, что вы стесняетесь. И не надо брать деньги с людей, пускай они летают за счет отелей Ход ваших мыслей мне нравится, но я даже не думал об этом, потому что они и так у меня слишком дешево летают И в этот момент я понял, что я этот проект буду делать без него И буквально через два месяца после этого мы запустили FlyFree Мы сделали первый в мире сервис бесплатных авиаперелетов И стали просто людей отправлять в Европу, покушав в ресторане один разочек Всего лишь на 10 тысяч рублей закрыт стол, и ты летишь туда и обратно в Европу Даже годами не надо милю копить Как раз мы тогда сработали с Mail Group, с Mason Delos, еще с различными интересными компаниями И могу сказать, что для того, чтобы начать так мыслить, был пройден большой путь На сегодняшний день я работаю с огромным количеством компаний За последний год более 300 компаний, с которыми я вошел в финансовые взаимоотношения 26 из них с оборотом от 1 миллиарда рублей И могу сказать, основная моя ценность заключается в том, что я даю те идеи, о которых предприниматели, собственники и не думали Потому что они зашорены в своем бизнесе, и им нужен взгляд по-другому Давайте с вами просто разберем один момент Я считаю, что бизнесмены совершенно не монетизируют тот ресурс, который они получают в результате создания, либо ведения своего бизнеса В основном все концентрируются на своем продукте, либо услуге Давайте протестим Представьте производство Те, у кого есть дома А у кого есть дома Те, у кого есть деньги Соответственно, это производство Если оно производит 100 тысяч спичек в месяц Оно коммуницирует со 100 тысячами потенциально хорошей платежеспособной аудитории Но при этом это совершенно не используют, потому что они зарабатывают на спичках И в среднем такое производство, которое производит 100 тысяч пачек в месяц, зарабатывает около 5 миллионов рублей Зафиксировали эту сумму Теперь смотрите Что мы можем сделать? Как вы думаете, чем может увлекаться жена, которая живет в загородном доме? Чем может увлекаться? Садоводство Альпийские горки, ландшафт, дизайн Согласны? Конечно Теперь мы делаем следующее Мы берем сейчас инфопродукты в тренде И мы делаем крутейший курс, скажем, по дизайну Как вы думаете, сколько стоит нормальный крутой курс у медийного эксперта по дизайну? Я вам скажу 200 тысяч рублей 200 тысяч рублей стоит нормальный курс по дизайну у медийного эксперта Теперь смотрите Что мы делаем? Мы берем, делаем 5 уроков и делаем код И при каждой покупке спичек длинных мы даем 5 уроков по дизайну Мужчина приходит, отдает жене и говорит Дорогая, я тут купил спички, иди поучись Ты там интересовалась? Она берет, смотрит 5 уроков и она понимает одну очень важную вещь Какую? Она понимает то, что это ее предназначение Она понимает, что она всю жизнь хотела быть дизайнером И вот оно, знак Она идет к своему мужчине и говорит Дорогой, я все поняла, я хочу быть дизайнером Дай денег Что говорит мужчина? Он говорит, а рассрочка есть? Сколько стоит? 200 тысяч, а рассрочка есть? Обычно так это происходит Да, а скидка есть? Да, да, да Если мы вдвоем пойдем, да? Так вот А теперь только представьте Друзья мои, вы даже не представляете, какой сейчас будет у вас инсайт Охренеете просто Смотрите Представьте, сколько можно процентов Как вы думаете, сконвектировать в продажу При условии Крутейшего продукта Медийного эксперта Отличного отдела продаж Попадания в целевую аудиторию И с рассрочкой Какие в голове есть? Какой процент мы можем посчитать конвертацией И вот при вот этих всех условиях Как думаете? Ну какой процент? 50 5 3, 5, 50 Какие еще варианты? 300 300 процентов 70 Отлично Давайте Давайте возьмем 1 процент 1 И прикинем 200 тысяч рублей стоит курс 100 тысяч человек 1 процент Это сколько получается от 100 тысяч? 1 процент Тысяча Тысяча умножаем на 200 тысяч Сколько получаем? 2 миллиона Нет 20 Нет 200 200 Миллионов Черт возьми, да Блин, я не тем занимаюсь Вообще не тем занимаюсь Я буду меняться Какой средний чек строительства дома? Кто в стройке? 3 миллиона Ну 3 миллиона это эконом реально же, да? Средний чек 6 миллионов 6 миллионов нормальный дом средний чек Сколько рентабельность у застройщика? 20-30 процентов? 20-30 процентов 10 Говорит максимум Ну-ка По спорте Короче Давайте возьмем Пускай будет 20 процентов 20 процентов от 6 миллионов, ребят Чиха-чиха-чиха Я говорю, ты мой, у тебя 40 человек приходят к тебе Сколько, как ты думаешь, можно сконвектировать из 40 человек, чтобы через тебя человек обратился и начал строить дом? Как вы думаете, при хороших коммуникативных навыков, при хорошем диалоге, при хорошем диалоге, при хороших коммуникациях, сколько из 40 человек можно сконвектировать? 10 процентов можно? Да, можно 4 человека И теперь смотрите, если из этого миллион 200, хотя бы взять 20 процентов комиссии со своей чистой прибыли, как бы за то, что ты контракт отдаешь, это 240 тысяч. 4 человека на 240 тысяч, это получается миллион рублей И получается так, она зарабатывает 150, она хочет умножиться в два раза и получается совсем другая история Получается здесь миллион И это гораздо легче, чем увеличивать количество объема Ребят, я в Паднамбии, вот раньше ко мне начались компании, они говорят, Влад, как зарабатывать на моем бизнесе? Ну, больше А сейчас ко мне приходит, говорит, Влад, найди дополнительные источники денег на том, что я уже имею Потому что я понимаю, что у меня огромный ресурс, но что с этим делать, я не понимаю У меня мясокомбинат, мы продаем там 100 тысяч сосисок в месяц Но при этом я не понимаю, что с этим делать, кроме как на сосисках зарабатывать Вы знаете, я когда-то, у меня было свое производство в Китае И мы делали рубашки, и там у меня был бренд одежды Бермуда, поэтому меня и Владислав Бермуда Я получилось масштабировать на 28 городов за полгода по франчайзингу И когда я первый раз привез свои рубашки, я сделал показ Он у меня провалился, было там 13 человек из них, 11 моих друзей Вот, и я понял, что я не хочу продавать дешево Я понимаю то, что я не хочу делать дешевле, чем у соседа Потому что это работает только до тех пор, пока другой сосед об этом не узнал И не сделал дешевле, чем у этого соседа Потом этот узнал, сделал дешевле, чем у этого, и в итоге никто не зарабатывает И я всегда старался продавать гораздо дороже, чем у соседа Всегда, если у меня маржинальности не было 300%, мне это было неинтересно Я вам сейчас объясню, почему Когда я привез рубашки, они себестоимость были 350 рублей И с растаможкой, с доставкой 700 рублей Я понял то, что нужно создавать добавочную ценность, чтобы не демпинговать Чтобы не делать скидок Что я сделал первые воды? Я сделал каждому человеку, который покупает рубашку Я сделал поездку в Финляндию на двое суток с трансферами, с проживанием и с завтраком Как вам? Купил рубашку в Финляндии, двое суток с трансфером, с проживанием и с завтраком Вы спросите, где бизнес, Влад? В чем прикол? Откуда? Что? Очень просто Это было из Санкт-Петербурга Я прихожу в турфирму и говорю, отдайте мне по себестоимости Два дня на автобусе в Финляндию Я к вам приведу клиентов, вы с ними будете работать уже на более комфортабельные условия Более может быть кто-то в Финляндию не поедет, в другое место, еще что-то Но человек уже к вам придет и вы не будете тратить денег на рекламу и на маркетинг Они такие, да вообще не вопрос И отдали мне по себестоимости по две тысячи рублей Я вшил эти две тысячи рублей стоимость Продавал я их по пять тысяч рублей рубашки Получается семьсот плюс две тысячи рублей Оставалось две триста Потом я пошел дальше Я сделал четыре часа на яхте в подарок Купил рубашку, четыре часа на яхте И здесь для меня был крутейший инсайт Я понял, что когда ты приходишь в магазин И ты видишь, что зубная щетка продается и паста в подарок Ты покупаешь это не потому, что у тебя зубная щетка плохая А потому, что у тебя паста закончилась И я стал создавать добавочную ценность Которая в разы психологически переваливает ценность даже того продукта Потому что мой продукт никто не знал А четыре часа на яхте гораздо понятнее И таким образом я стал продавать достаточно большие объемы Но потом я пошел дальше, сейчас девушки внимательно оценят Я сделал корзину косметики в подарок И у девушек не было шансов Когда они думали, что же подарить своему мужчине на день рождения или на какой-нибудь праздник Они выбирали рубашку от Бермуды Потому что себе получали корзину косметики И таким образом я забрал весь женский рынок И я понял, что создание добавочной ценности Это совершенно гораздо круче, чем сделать дешевле, чем у соседа Я стал создавать добавочную ценность У меня есть книга Кстати, я с собой привез последнюю свою книгу У меня уже пять книг И тиражи закончились И самая крутая, самая первая моя книга И самая любимая 88 креативных идей на миллион И сегодня я понял, что у меня в сумке Последняя книга со второго тиража И эту книгу я бы хотел бы Я ее уже подписал Я бы хотел бы подарить реактору на самом деле Там есть очень много всего И чтобы те все люди, которые захотели бы почитать Чтобы они могли обратиться, взять и прочитать Чтобы не надо было на Авито ее за 2000 рублей в сутки брать в аренду А можно было просто у Димы взять и почитать Поэтому чуть попозже подарю Но самое интересное другое Когда я ее написал Ребят, я пришел в самое крупнейшее издательство И говорю, я написал самую крутую книгу для предпринимателей Там 88 нестандартных решений Для увеличения среднего чека Совершенно с разными компаниями Которые такие прямо партизанские, крутые, нестандартные решения И дал ее почитать И говорю Сколько вы мне заплатите? Они говорят Мы ее поставим на полку Она будет 700 рублей и 100 рублей твои Книга действительно классная Я посмотрел на них и говорю Моя книга будет стоить 5000 рублей И она будет разлетаться, как горячие пирожки А как это сделать, я придумаю Это в 8 раз дороже рынка на секундочку Они поржали И сказали Не забудь прислать финансовый отчет Через 4 месяца было продано 700 книг Сейчас уже более 2500 В чеке 5000 рублей И могу сказать следующее Вопрос Как же я это сделал? А самое главное Как вы эту технологию можете использовать у себя? Поэтому я сюда и прилетел Поделиться Я пришел домой и стал думать Как продавать в 8 раз дороже рынка? Как продавать в 8 раз дороже рынка А не делать дешевле, чем у соседа? Потом я позвонил своим ребятам Которые делают сайты Я говорю Слушай, тебе нужна платежеспособная аудитория Которая покупает книги по 5000 рублей? Вот, ребят, скажите Как вы считаете Кому нужны клиенты, которые покупают книги по пятерке? Вот честно Поднимите руки Да всем они нужны Это хорошая платежеспособная аудитория Он говорит Конечно нужна Я говорю А что ты готов отдать, чтобы получить эту аудиторию? Он говорит Скидочку готов отдать Я говорю Нет Скидки мне не нужны Мне нужен конкретный продукт для моей целевой аудитории Он говорит Хорошо Сайт трехэкранный тебе подойдет? Я говорю Какая рыночная стоимость? Он говорит 5000 Я говорю Давай Потом я позвонил юристам И они мне отдали три месяца юридического сопровождения И три составленных договора Бухгалтера отдали месяц бухгалтерии Фотографы отдали фотосессию Дизайнеры отдали дизайн макет визитки Коммерческого предложения Дизайн рекламного пакета Короче, я за один день создал добавочную ценность На 50 тысяч рублей для своей целевой аудитории И совершенно поменял парадигму То есть РС раньше люди думали То, что они переплачивают в 8 раз дороже рынка Я говорю Нет, ребятки Вы экономите в 10 раз Те деньги, которые вы бы потратили в течение нескольких месяцев Просто вам нужно купить книжку за пятерку И все И у меня стали продажи Поэтому, друзья мои У нас у каждого есть два варианта Первый вариант делать дороже А второй вариант делать дешевле И в основном у нас все в голове Я недавно прочитал книгу Кто читал книгу «Метод тыквы»? Никто? Запишите себе на самом деле Прочитайте книгу «Метод тыквы» Охренетительная книга Которая просто Вот у меня сейчас на потоке в школе моей Учится владелец LP-трекера В Майами живет Сергей Фрунзе И он, прочитав эту книгу, внедрил классификацию Потом поймете, что это такое И увеличился в два раза Просто в два раза увеличил доход Можете, я могу Надо с ним познакомиться Просто один момент внедрил Все Я За два с половиной года увеличил свой чек Получается достаточно серьезно Первую консультацию я провел Два с половиной года назад За пять тысяч рублей Сейчас в течение месяца уже достаточно много консультаций По полторы тысячи долларов в час И я понял то, что в принципе скачки были вот так Пять, пятнадцать, тридцать, сорок восемь, семьдесят пять И сейчас полторы тысячи где-то сто пять получается И это все за полтора года И могу сказать Ой, не за полтора За два с половиной года И могу сказать, что один инструмент хочу с вами поделиться Это Каким образом Что мне дало Вот так вот мыслить Я как-то пришел в магазин И понял то, что я расплатился не деньгами, а временем Я когда заплатил Я понял то, что это не бумажки А помните фильм «Время»? Кто посмотрел фильм «Время»? Вот такая же ерунда То есть смысл в том, что ты расплачиваешься не деньгами А расплачиваешься временем Которое ты потратил на заработок этих денег То есть пришел в магазин Хоба, хлебушка купила, минус минута времени Хоба, тачку купил, минус два года, например Хоба, квартиру купила, минус пять лет К примеру, да? И как только ты начинаешь вот это осознавать То, что каждая твоя транзакция Это твое время Которое ты потратил на заработок этих денег Чек у тебя начинает расти Потому что тебе становится жалко И ты начинаешь заниматься любимым делом, как я Я бы не знаю, если бы я не занимался любимым делом Я бы не знаю, как я делал У меня в среднем 30 перелетов в месяц Чтобы вы понимали Я каждый день взлет-посадка, взлет-посадка И так уже на протяжении полутора лет И я кайфую от этого Даже сейчас Я знаю, что половина людей там Кушает, ест, еще что-то Но мне важно вот эти вот Вы, которые слушаете И которые для себя Потом просто напишите мне Скажете, Влад, блин, реально у меня появилась какая-то мысль Какая-то идея У меня Я работал с крупной компанией С одной Я у них спросил Слушайте, а сколько у вас Приносит Сколько у вас денег тратите на рекламу, на маркетинг? Они говорят, миллион рублей в месяц Я говорю, а сколько у вас Какой у вас самый лучший инструмент? Они говорят, сарафанное радио У кого, кстати, из вас Сама сарафанка больше всего денег приносит Поднимите руку, да? Они говорят, сарафанное радио Я говорю, а сколько в процентном соотношении? Они говорят, 80% Я говорю, а сколько вы денег на сарафанку тратите? Как вы думаете, что вам не ответили? Ноль, это же сарафан! Я говорю, а вам не кажется странным? То, что вам приносит 80% Вы туда денег не вкладываете А то, что вам приносит 20% Вы туда по миллиону в месяц А этики, ну да Но это же сарафан Его же нельзя стимулировать Как? Ну люди просто пользуются, рекомендуют Ребят, нет Помните вот эту вот тему Приведи друга, получи 500 рублей Ну вот Это работает только в низшем Ну то есть на низшем уровне Как только, если более платежеспособная аудитория Почему я должен своим друзьям на них зарабатывать? Почему я должен кому-то рекомендовать? Ну почему я должен тратить время на это? А теперь представьте себе картину К вам пришел клиент Вы у него спросили Ты от кого? Он говорит, от Васи Пупкина Вы посмотрели по базе, кто такой Вася Пупкин И отправили ему денег А он не ожидал И он такой Это что такое? Говорит, это благодарность за то, что ты порекомендовал Говорит, что так можно было? И он становится вашим агентом навеки И там идет энергия благодарности А не коммерциализация Не партнерская история Как в первом случае А он уже порекомендовал от чистого сердца Вы его простимулировали Дали ему за это еще денег Все Теперь он будет вашим агентом навеки Это такая вообще штука Которая работает очень охрененно Следующий момент Который хотел бы вам сказать Это тот инструмент Который для меня Просто 2020 год Для меня этот инструмент сделал очень многое Мой наставник Джо Абрахам Говорит так Говорит Зачем я буду тратить деньги на рекламу И на маркетинг Если на это потратили уже другие люди Мне проще купить этих людей Которые уже создали взаимоотношения С моей целевой аудиторией Это гораздо быстрее Дешевле И выгоднее Что он имеет ввиду Что я стал делать Ребят Если Вот кто считает То что Вот честно Вот смотрите Вздумайтесь только У кого из вас есть 5 человек И вы считаете Что если вы с ними подружитесь И создадите взаимоотношения То у вас станет все гораздо лучше С точки зрения финансов То есть Вот грубо говоря Какой-то человек С которым вам нужно подружиться Ну как не Владимир Владимирович Ладно Может быть кто-то попроще Вот у кого такие есть потенциальные 5 человек Поднимите руку Да у всех есть ребят У всех И у меня есть такие люди А теперь вопрос Как мы Как мы с ними выходим на контакт Через коммерческие предложения Через каких-то знакомых Просим Слушай А ты бы не мог бы познакомить меня там с Васей Да Обычно же так это происходит Давайте я вам дам инструмент Который делает это гораздо проще и выгоднее Вы берете и покупаете его время Вы просто говорите Здравствуйте В фейсбуке например пишите этому человеку Говорите Здравствуйте Мне срочно нужна ваша экспертиза Я готова за это заплатить Сколько стоит полчаса с вами пообщаться Потому что я понимаю Что лучше эксперта в этом деле Кроме как вас нет никого Чувствуете Это вызывает благодарность Когда К примеру Вам бы написали бы То есть Что Человек Я пишу вам Я не знаю чем вы занимаетесь Я пишу Там Как зовут Юля Юля здравствуйте Я знаю что вы там известная блогерша И мне нужна ваша экспертиза Скажите пожалуйста Мне нужно полчаса Вашего времени Для того сколько это может стоить Это вызвало бы уважение Конечно А самое главное Другое ребят Самое главное Что 80% Из тех Кому я предлагаю Купить их время Они говорят Влада мы и так с тобой Свяжемся бесплатно Потому что у них и нету В статье доходов Консалтинга Если бы мне бы кто-то так написал Я бы сразу счет выступил Потому что у меня статья дохода Есть конкретная Но у многих топ менеджеров У многих людей Которые нам нужны ЛПР Которые нам нужны Какие-то директора Возможно по закупкам Возможно директора по маркетингу Может быть коммерческие директора Может быть еще кто-то У них нету статьи доходов Консалтинга И поэтому можно просто взять И купить взаимоотношения с ним Час времени Просто заплатить ему Тысячу долларов Две тысячи долларов Пять тысяч долларов И это будет гораздо дешевле Чем тратить деньги на рекламу На маркетинг Вот таким вот образом Выходить через кого-то Еще что-то И в конце Если вы сделаете все правильно Через час Он скажет Блин, как круто Давай с тобой работать И он сделает вам предложение А не вы ему Ребят, как только я понял Вот эту штуку Гораздо все проще стало У меня просто Мой маркетинговый бюджет Я просто 30% от него Раз Отсек И 30% я трачу На покупку чужого времени Тех людей, которые мне нужны И могу сказать Среди них Много людей Которые С многомиллиардными оборотами И они готовы Совершенно спокойно общаться Когда они видят Что ты их уважаешь И уважаешь их время И они готовы Это делать совершенно бесплатно И последнее Вы уже устали, наверное, да? Нет? Ребят, ну хоть нравится Нет, хоть что-нибудь Ну заходят хоть немного Ну ладно Я просто уже в таком формате стендапа Уже давно не выступал, что-то говоря До каких-то Я себя чувствую Это, знаешь Приглашенным каким-то На торжество Таким Та-дам Там одной Ну ладно А вот И последний момент Есть такой продукт Кто работает в сегменте B2B? Отлично Вам особое внимание сейчас Кто является экспертом в каком-то деле? Поднимите руку Экспертом Кто считает себя экспертом? Отлично У каждого из вас Должен быть свой Экспертный информационный продукт Что это такое? К примеру Вот скажите, пожалуйста Как должна называться книжка На обложке Чтобы вы прямо сегодня Ее прочитали Вот Ну сегодня ладно У вас тут праздник Завтра Взяли ее Прочитали 30 страниц Вот Что там должно быть На обложке? Пять лайфхаков По Чему? Почему? Давай продолжи фразу Пять лайфхаков Что? Какие более потребности? Ну скажи Ну что тебе надо-то? Не знаю Там может быть В личном плане Может быть В коммерческом Какая Ну пять лайфхаков Что? Пять лайфхаков Как перестать терять свое время Отлично Ребят Смотрите Как зовут? Антон говорит Я бы сегодня Прочитал Или завтра Книгу Пять лайфхаков Как перестать терять свое время Теперь Я знаю Его боли потребностей Теперь Что я делаю? Я беру И пишу Данный продукт На 30 страниц Почему это На 30 страниц? Потому что Это дочитывают до конца При этом За 30 страниц Более Чем Реально Себя продать Все что хочешь Я беру Пишу Данный продукт Если даже Я не знаю Некомпетентен Я ищу экспертов Даже может быть Плачу им денег И пишу Вместе с ними И потом Делаю так Чтобы Вы его прочитали И получается У кого такое было Что вы читаете книгу И вам в конце Хочется познакомиться С автором Если она вам нравится У кого такое было? Да у всех Ребят И получается И получается Что вы читаете книгу Мне нужно Заключить с вами Контракт Но по факту Вы читаете Смотрите Ну да Бермуда Это шарит Доходит Доходите до конца А там Записаться к Бермуде Там не знаю Переговорить с ним И вы уже Ко мне приходите А не я Прихожу к вам Чувствуете разницу? То есть Я изначально Хотел с ним Заключить контракт Я провел вопрос Понял у своей целевой аудитории Что ему интересно Создал продукт И он ко мне Обращается И здесь уже Я не занимаю позицию Просящего А я уже Рулю ситуацию В неких скидках Уже об речи не можем Поэтому Ребят Запишите Обязательно Параметры Которые Должны Соблюдать При написании Данного продукта Это очень важно У меня все ученики Пишут данный продукт Причем у меня много Миллиардеров Моих учеников И действительно Как бы Они Очень круто Работает У каждого Есть данная история Смотрите Первое Название должно Играть Либо на жадности Либо на страхе Либо на тщеславии Либо на любви То есть Я когда написал Свой первый Экспертный информационный продукт Он назывался 15 креативных идей на миллион Я сыграл на жадности Если бы хотел Сыграть на страхе Вот мы сейчас Для стоматологов Пишем Как 5 лайфхаков Как потерять зубы За полгода Хоп Блин Я не хочу терять зубы За полгода Надо срочно эти 30 Счастных страниц Почитать То есть Игра на страхе И получается следующее Когда вы Напишите данный продукт За 30 страниц Вы просто берете И делаете так Чтобы это прочитала Вся Ваша целевая аудитория И таким образом Получите Все Что нужно Ребята Ребята Мне на самом деле Я могу говорить Очень долго У меня времени Не так уж и много Хочется просто Дать вам понять Что Можно как-то По-другому Мне в Архангельск Уже через полтора часа А час еще ехать Я боюсь Что я к вам Вернусь обратно Потому что Я не успею на самолет Вот Поэтому Да Я бы с удовольствием С вами С каждым С удовольствием Пообщался Ребят Я могу Единственное Что Первый момент Я сейчас расскажу Быстро притчу Одну Потом Дам свой телефон И улечу Ребят Притча очень простая Было Однажды Жил Маньяк и убийца Добрая притча Такая Как раз Для дня рождения И было у него Два сына Один тоже стал Маньяком и убийцей А другой Стал хорошим Интеллигентом И все у него было хорошо Разница в 9 месяцев И как-то Журналисты Приехали к тому Кто На казнь На электрическую столу К первому сыну И спросили ему Почему ты стал таким А он ответил А кем я еще мог стать С таким отцом Потом они приехали К другому сыну И спросили Почему ты стал таким А он ответил А кем я еще мог стать С таким отцом То же самое Я задумался Я думал Что окружение делает нас Раньше Я думаю Я думаю Что многие из вас Тоже так считают После этой истории Я понял Что не окружение Делает нас А отношение К этому окружению Не важно Плохой человек Или хороший Дело не в том Какой он А дело в том Как ты к нему Относишься Вот таким Ты и становишься Поэтому Друзья мои Я бы хотел Чтобы вы Относились к людям Так Как вы бы Хотели бы Чтобы Относились к вам И цените свое время Думайте о том Что вы расплачиваетесь Не деньгами А временем Которое вы потратили На заработок Этих денег Я еще хочу Здесь представительство Открыть В ближайшие Несколько месяцев Поэтому Если кому-то интересно Открыть центр Креативных Бизнес решений И взрывать мозги Предпринимателям И сделать так Чтобы была возможность В данном городе Создавать какие-то Нестандартные Крутые решения Дерзкие И отстраиваться От конкурентов С удовольствием Тоже Напишите мне И Подумаем Как сделать так Чтобы вы здесь Возглавили Представительство Я был рад Прилететь Спасибо вам огромное Надеюсь Что у вас Заводит Новые мысли Новые идеи Я был рад Каждому из вас Открыть Еще раз С Новым Рождением Я бы хотел Вратить Кресту Как раз Ты делаешь Большое Светлое дело Ты объединяешь Людей Комьюнити Сила Поэтому Друзья мои Давайте Поздравим Дриль За то Что Он действительно Делает Важное Дело Потому что Основная ценность В людях На самом деле Не проекты Ничего Не проекты Приносят нам Деньги А люди Приносят нам Деньги И бизнес Я считаю Что это Взаимоотношения Чем лучше Ты выстраиваешь Взаимоотношения Тем лучше У тебя бизнес Поэтому Я уже с некоторым Из вас познакомился Понял Что вы реально Крутые И буду рад К вам приезжать Почаще Спасибо вам огромное Спасибо большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому